Убийстве педагога в Тернополе, подозреваемый в преступлении покончил с собой. Полиции сообщили новые детали об убийстве завуча в Тернополе. В Тернополе обнаружили мертвый завуча школы номер 11 Анжелу Макаренко. Следы на теле дали основание полиции подозревать именно убийство. У 53-летней женщины была разбита голова и порезана шея. Шум подняли коллеги, так как не могли связаться с Анжелой Макаренко. Она всегда приходила в школу первая, а в тот день даже не отвечала на звонки. Учителя дозвонились до соседки и попросили ее проверить, не случилось ли чего. Соседка увидела, что двери в дом Макаровой открыты и внутри видно кровь. Заходить она не стала и вызвала сразу полицию. Об этом пишет издание Обозревател. Как сообщил спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета, версия об ограблении отпала сразу, так как в доме были золотые украшения и деньги, но преступник ничего не тронул. Скорее всего убийство произошло на бытовой почве, об этом говорил и характер нанесенных травм. Полиция проверила камеры наблюдения, опросила, в том числе и сотрудников школы. Выяснилось, что к завучу в тот день приходил мужчина. Тогда стали проверять, был ли он в ее доме, добавил Крета. Полиция выяснила, что мужчина – сотрудник одного из банков в Тернополе. Опросить его не удалось, мужчина покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли в шахте лифта многоэтажного дома недалеко от его места жительства. Полиции рассматривают версию конфликта на почве денег, но признают, что пока не ясны многие обстоятельства, так как и завуч, и банкир были небедными людьми. А Макаренко коллеги отзываются тепло, и они до сих пор не могут поверить в то, что произошло. Она была яркой, красивой и самодостаточной женщиной, любила театр, оперу, искусство. В школе была требовательна, но справедлива. Жила Анжела Макаренко совсем одна. У нее не было своей семьи, а совсем недавно она похоронила маму, которая была родом с востока Украины. Она очень любила устраивать праздники своим коллегам. Была внимательна к их проблемам, эмоциональным человеком, добрым и щедрым. Очень легко шла на компромиссы, и у нее не было врагов, добавила подруга погибшей Инна Чернецкая. Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на Лысой горе произошло жуткое убийство. А также рассказывали о том, что в Одессе преступник изрезал ножом девушку-фармацевта.